МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, удалось ли выполнить намеченные планы? Действительно, год был очень плодотворным, продуктивным в решении задач. Я просто назову некоторые такие крупные события, которые произошли в текущем году, и они коснулись очень большого количества аренбургцев, в отношении которых было принято и законодательной, и исполнительной властью решение. Это прежде всего, наверное, в отношении семей аренбургцев, которые имеют детей. Это увеличение детского пособия практически в два раза. Это поддержка старшего поколения. Коснулась практически почти 15 тысяч граждан старшего поколения аренбургцев, которые позволили законодательно получить звание ветерана труда. Это программа модернизации здравоохранения Оренбургской области, программа модернизации образования Оренбургской области, программа модернизации социальной сферы Оренбургской области. Это я говорю о крупных программах, которые получили начало развития в 2011 году. Как будут поддерживаться семьи? Это, во-первых, выплата детского пособия с учетом повышения его. Второе, это введение нового понятия для нашей Оренбургской области материнского капитала регионального, который сегодня исчисляется в размере 100 тысяч рублей. И на сегодня порядка двух тысяч сертификатов уже выдано, порядка пятидесяти семей уже получили право реализации в соответствии с законодательством на использование их на решение жилищных вопросов. Это вот такие два основных законопроекта, которые вступили в действие. Павел Васильевич, в продолжение темы я предлагаю посмотреть сюжет о семье Красновых из Оренбурга. Наталья и Владимир лишь недавно получили статус многодетной семьи. До появления на свет малышки Лизы родители воспитывали двоих ребятишек – Настю и Павлика. Анастасия – старшая дочка, ей пять лет. Симпатичная блондинка, очень привязана к младшим. Друг без друга дети уже не могут. Это долгожданный ребенок, потому что не сразу мы стали родителями. Через два года только у нас родился ребенок. После того, как мы поженились. Мы очень хотели этого ребенка. Паша появился на свет вторым. Съемки выпали как раз на день его рождения. Мальчику исполнилось два года. Третий ребенок был абсолютно незапланированным, но от этого не менее желанным и любимым. Уже после рождения второго ребенка остро встал вопрос об улучшении жилищных условий. В ипотечный кредит была куплена однокомнатная квартира. И федеральный материнский капитал помог погасить задолженность. В свою очередь я подал еще документы в Комитет по жилищной политике, что находится на Советской 46. Нас признали как семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Соответственно, мы оттуда тоже получили субсидию. В итоге еще мы погасили часть ипотеки. Ну и, соответственно, в прошлом году были свои собственные накопления. И ипотеку мы полностью закрыли. И быстренько мы приняли решение продать ее и пойти на расширение своих жилищных условий. Сейчас Наталья и Владимир завершают ремонт в новенькой трешке. Пока отделка не закончена, они живут у бабушки, Светланы Дмитриевны. Новоселье уже близится. Накануне переезда супруги рассказали, где и что у них будет. Там вот у нас кухня, рабочее место моей супруги. Здесь мы, наверное, сделаем, скорее всего. Поскольку в квартире два самозла предусмотрены, то мы во втором самозле решили сделать кладовую. В соседях в основном молодые пары с детьми. Поэтому Настеньке и Павлику будет с кем играть. Когда Лиза подрастет, она тоже сможет оценить всю прелесть новой квартиры. Кстати, благодаря рождению именно этой красавицы, семья Красновых попала в программу поддержки многодетных семей Оренбургской области. Первая пятерка мам и пап получила сертификаты на региональный материнский капитал. Местный закон стал практически зеркальным отображением федерального, чтобы не было путаницы и разночтений. Отличие одно – на обучение мамы средства могут быть потрачены по истечении двух, а не трех лет. А погасить долг за жильем можно будет и вовсе спустя год после рождения малыша. Времени на получение сертификата затрачивается удивительно мало. Да, действительно, чтобы поддержать именно такие семьи, разработана программа, которая сегодня имеет название «Материнский капитал». И в бюджете 2012 года уже заложено на реализацию данной программы 300 миллионов рублей. Еще один законопроект у нас вступит в действие с 1 января 2012 года. Он направлен на поддержку многодетных семей всех. А таких семей у нас в Оренбургской области порядка 30 тысяч насчитывается, в семьях которых имеется три и более ребенка. Они будут иметь право с 1 января получить безвозмездно в пользование земельный участок под жилищное строительство. Павел Васильевич, Министерство социального развития является координатором и участником различных областных целевых программ. Это и дети Оренбуржья, и защитник Отечества. Скажите, появляются ли какие-то новые программы? В 2012 году появились две новые программы, которые были приняты и утверждены. И нашли отображение уже в бюджете 2012 года. Это программа старшее поколение. Исчисляется в сумме свыше 500 миллионов рублей. Программа «Организация летнего отдыха детей» – это тоже новая программа, которая нашла отображение в бюджете 2012 года. И мы надеемся с введением новых программ решить и проблемы и детского отдыха, и старшего поколения. Все, о чем мы говорим, бесспорно важно, но каждого в первую очередь волнует здоровье. Действительно, на протяжении последних лет в отношении здравоохранения реализовывался национальный проект здравоохранения. И все-таки определенные цели были достигнуты. Это укрепление кадров на селе и в первичном звене. Создание участковости – это когда терапевтические участки были созданы, педиатрические участки. Служба введена в понятие родового сертификата, что позволило тоже укрепить службу родоспомнажения и оснастить ее достаточно технологичным оборудованием. Павел Васильевич, прежде чем мы продолжим беседу на тему медицины Оренбужья, я предлагаю посмотреть сюжет наших корреспондентов. 2011 год начался с открытия сразу двух новых больниц, обе для детей. Поликлиника в Новотроицке преобразована из бывшего санатория «Рассвет». На ее реконструкцию было затрачено 24 миллиона рублей областных средств. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Теперь она обслуживает все детское население города – 18,5 тысяч мальчишек и девчонок. Все соответствует нормам, которые требуются. Проведен очень хороший ремонт, все чистенько, красиво, светленько. Я думаю, детки наши будут довольны. В Митогорской городской больнице также состоялось торжественное открытие детского корпуса, который строился более 10 лет. Четырехэтажное здание оснащено по последнему слову техники. Современные кювезы и дыхательная аппаратура для выхаживания новорожденных. Операционное оборудование для проведения лор-операций, ингаляторий для малышей с болезнями легочной системы. Здесь созданы комфортные условия для пребывания маленьких пациентов и их родителей. Вот надо делать так, как здесь, как сегодня в Медногорске. Но не 16 лет, не 17 лет это делать, а делать быстро, оперативно и действительно отдавать. И делать все лучшее для наших детей. В Сахмарской центральной районной больнице на областные средства в почти 154 миллиона рублей в ноябре было завершено строительство двух новых корпусов. Данные объекты из разряда долгостроев. Фундамент был заложен почти 20 лет назад, а потом стройку заморозили, и только в прошлом году работы были возобновлены. В новых помещениях разместилось самое большое терапевтическое отделение на 55 коек. Здесь же будут оказывать помощь и неврологическим больным. Для пациентов созданы хорошие условия. Впечатления очень-очень хорошие, конечно. По городскому типу. Прекрасно, конечно, с тем зданием не сравнишь. Еще один долгострой поликлиника Саракташской центральной районной больницы была введена в эксплуатацию в декабре. Здание в четыре этажа общей площадью 6000 квадратных метров довели до ума на средства также областного бюджета. Выделено 300 миллионов рублей. Поликлиника получила не только новый корпус, но и дополнительное техническое оснащение на 30 миллионов рублей. Полностью будет удовлетворена потребность жителей Саракташского района, потому что была проблема, в частности, в оказании амбулаторной помощи. В настоящий момент это все решено. Врачи уже начали обживать свои кабинеты. Любовь Алексеевна Кравченко очень довольна новым рабочим местом. В больнице она трудится уже более 40 лет, отвечает за здоровье 2000 сельчан. Восторг и радость, что наконец-то появилось такое здание у нас в Саракташе, где будет удобно нашим пациентам, удобно нашим медицинским работникам. Еще одно крупное приобретение больницы – это компьютерный томограф. Он уже установлен в новом здании поликлиники и приступит к работе в ближайшее время. Павел Васильевич, укрепление материальной технической базы лечебных учреждений – одно из главных направлений модернизации здравоохранения. Сегодня можно уже говорить о каких-то результатах? Почти 150 отделений в 51 учреждении лечебном сегодня находятся в ремонте в течение года. Практически где-то 90% этих учреждений, то есть сегодня завершены ремонтные работы. Практически в большинстве муниципальных учреждений здравоохранения прошли ремонты в той или иной степени. Свыше 1300 комплектов оборудования приобретено в текущем году только. Я назову крупные комплексы, которые сегодня поставлены у нас в 8 территориях. Это в Абдулино, в Бугуруслане, в Солилецком районе, в Шарлыкском. Поставлены компьютерные томографы, установлены, которые сегодня уже буквально в текущем режиме начинают работать, оказывать услуги диагностическим населению. Позитивные перемены радуют, создаются ощущения, что все идет гладко, как по маслу. Это так? Конечно, Екатерина, это не так. Мы не говорим сегодня о том, что все проблемы у нас решены и в том числе и в социальной сфере, и в том числе и в медицинском обслуживании населения. К сожалению, мы столкнулись с проблемами сроков исполнения наших программных мероприятий, а причинами являлись или недобросовестные поставщики оборудования, или подрядчики, которые выигрывали сегодня у нас конкурсные процедуры. Потому что сегодня все работы, которые проводятся в рамках программы, проходят через конкурсные процедуры. У нас очень большие проблемы стоят с кадровым обеспечением, особенно сельских медицинских учреждений. У нас также и в городах есть кадровые проблемы. Сегодня нам предстоит выработать новые подходы к привлечению кадров, к стимулированию системы, отрасли, для того, чтобы кадры могли приходить и работать в нашей системе здравоохранения. А это будет происходить, если будет мотивация материальная, если будут созданы условия для профессиональной деятельности нормальной. Развитие в лечебных учреждениях информационных технологий – одно из важных направлений модернизации здравоохранения. Что дает это конкретному человеку, пациенту? Информационное обеспечение здравоохранения нашей Оренбургской области на эти цели в течение двух лет будет выделено порядка 300 миллионов рублей. И когда мы говорим сегодня информация, информатизация, мы должны видеть, что это действие должно быть с пользой применено для конкретного человека. В 2012 году нам предстоит введение единого электронного полиса на территории Оренбургской области и внедрение электронной истории болезни. Сегодня есть возможность передачи диагностических данных на расстоянии, аккумулирования их, чтобы за пациентом вся информация двигалась к лечебным учреждениям. Это позволяет сэкономить время, бумагу и повысить эффективность труда тех же работников здравоохранения. Спасибо, Павел Васильевич. Но прежде чем мы перейдем от темы здравоохранения к теме образования, я предлагаю посмотреть наш видеоматериал. Детсад номер 18 города Оренбурга. 14 лет он не принимал детей. А город все разрастался и разрастался. И вот 4 года назад у мамочек из поселка Степное появилась возможность выйти на работу и не бояться, что ребенок останется без присмотра. Мы там пищем, играем, рисуем, сказки нам читают. Этот сад, пожалуй, можно назвать образцово-показательным. Просторные игровые комнаты, собственные застудия, актовый зал для полноценных занятий, направленных на развитие художественно-эстетических навыков. Чтобы дети были пластичными, чувство ритма у них развивалось и вообще музыкальный слух, музыкальные навыки. Есть и кабинет психолога. Его посетители и дети, и взрослые. Родители вместе со специалистом помогают ребенку адаптироваться в новом коллективе. Чтобы самые маленькие чувствовали себя как дома, для них даже кроватки специальные. Этот сад совсем не похож на те, что были раньше. Учитывается гендерная специфика. Для старших групп раздельная спальня для мальчиков, девочек. А старший возраст у нас, старшие группы, две подготовительные, питаются в отдельных столовых. У них есть отдельные столовые. У них большие групповые комнаты. Сейчас в детском саду номер 18 работает шесть групп. Уже закончен ремонт и в скором времени здесь появятся еще две группы. За несколько месяцев в Оренбургской области удалось увеличить охват детей дошкольным образованием с 60 до 70%. Губернатор Юрий Берг поставил задачу в 2015 году полностью ликвидировать очереди. Павел Васильевич, Вы верите в оптимистичный прогноз того, что проблема нехватки детских садов будет решена? Проблема действительно есть. Она оценивается порядка 20 тысяч стоящих в очереди. С учетом реализации программы в текущем году, на ее реализацию было выделено из областного бюджета 277 миллионов рублей, из муниципальных почти 150 миллионов рублей, почти 470 миллионов рублей общей суммы. Что было сделано? Первое, мы возвращали в систему те детские сады, которые были по какой-то причине выведены. 12 детских дошкольных учреждений. Павел Васильевич, в 2011 в области был построен хотя бы один детский сад. В Оренбургском районе в этом году были сданы буквально два новых детских сада. Это в Подгородней Покровке и село Чистое. В бюджете 2012 года на реализацию данной ведомственной программы заложено также 300 миллионов рублей. И плюс на строительство детских садов, это в Новосергивке, в Солилецке, еще в ряде районов сельских по программе и капитального строительства и развития села, будет вестись строительство дошкольных детских учреждений. Я думаю, уверен, что в течение обозначенного срока до 2015 года данная проблема в области будет решена. Павел Васильевич, напоследок тема спортивная. В нашей области в последнее время фоки, дворцы ледовые, бассейны, стадионы появляются не только в городах, но и в селах. Как-то можно отследить, насколько эффективно сегодня используются эти объекты? Я хочу вам сказать, что в стопроцентных построенных таких спортивных сооружениях сегодня практически ежедневно идут занятия. Еженедельно проводятся турниры уровня района, межшкольные или просто районные. Если анализировать текущий год, то только у нас в Оренбургской области проходили и Кубки Европы, и Чемпионаты Европы, и дзюдо, и бокс. И проходили очень много международных соревнований. Здесь не могу не вспомнить об одной из самых ярких побед. Она состоялась не так давно. И я предлагаю посмотреть сюжет о спортсмене, который прославил нашу область на весь мир. Конец ноября 2011-го. Великобритания и Бирмингем. Первенство мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе собирает более 500 спортсменов из 48 стран. В неофициальном итоговом зачете сборная России занимает первое место, опережая японскую команду и хозяев англичан. Золотую медаль на двойном мини-трампе для нашей страны завоевывает спортсмен из Оренбургской области Андрей Гладеньков. Тренировка в детско-юношеской спортивной школе «Олимп» города Бугуруслана. Начинающие батутисты встают на мостик, садятся на шпагат, выполняют упражнения на развитие координации. Прежде чем они научатся вытворять в воздухе сложные акробатические трюки, освоить их предстоит на земле. На тренировку в «Олимп» спешит кумир местной ребятни Андрей Гладеньков. Впервые порог этого зала парень переступил 12 лет назад. Начиналось с того, что мой ребенок стал проситься на танцы. Я говорю, сын, может быть на акробатику? И повела его. Он сначала посмотрел, ему понравилось, и так стали мы с ним вместе посещать семейную акробатику. В мае 2011 на чемпионате России Андрей Гладеньков в финале стал шестым среди взрослых спортсменов. В октябре на первенстве страны в Ейске занял третье место. А через месяц Гладеньков вместе с еще четырьмя батутистами Оренбургской области отправился в Великобританию на первенство мира. На двойном мини-трампе регион представляли воспитанники бугурусланской Дюз Шалим. Ксении Грищенко и Полине Трояновой пробиться в решающую часть соревнований не удалось. Андрей Гладеньков в финал вошел в золотой середине, четвертым. После предварительного старта на отдых у него было три часа. И здесь вмешался случай. В разминочном зале за несколько минут до выхода в соревновательную зону при выполнении последней разогревающей попытки Андрей получил травму. Ногу обработали. Минут пять, которые были у нас до старта, когда прыгали спортсмены других стран. В эти пять минут заморозочка немножко сработала, вышел. Ну, Андрей разбежался, выполнил первый элемент. И когда он выполнил первый элемент в достаточно хорошем уровне, со сбавкой три десятых, я уже понял, что второй элемент он выполнил очень хорошо. Так и вышло. Андрей выполнил два финальных упражнения почти идеально. И ближайшие соперники отстали на два очка. С результатом 72,3 балла Гладеньков оставил позади конкурентов из Америки, Аргентины, Португалии, Канады. Когда чемпион поднялся на высшую ступень пьедестала первенства мира, гимн России подхватила вся сборная страны. Бугурусланцы, если не пели громче всех, то радовались уж точно сильнее остальных. Победа Андрея – это победа и Оренбургской области, это узнаваемость Оренбургской области, это пропаганда Оренбургской области. Вот таких побед я могу называть и в других видах спорта, и в дзюдо, и в боксе, и, как мы говорим, Андрей в прыжках на батуте. Все это позволяет ассоциировать победы с успехами, которые происходят в спортивном развитии нашей области. Павел Васильевич, поскольку мы встречаемся накануне Нового года, хотелось бы услышать Ваше пожелание жителям Оренбургской области. Я хотел бы сегодня пожелать всем в наступающем новом 2012 году, ну, наверное, здоровья, больше оптимизма, и все мы должны понимать, что решение проблем замесит от совместных усилий не только власти, но и каждого живущего в Оренбургской области человека. Павел Васильевич, большое спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо.